Пришла в заброшенный дом. Сегодня мне позвонили соседи и сказали, что там где-то скулит собака. А тут вот есть подвал и там скулит собака. Я посмотрела, мне показалось, что это лежит тряпка, но это вот песик. И, видимо, он туда упал и лежит. И вот, я не знаю, сейчас надо где-то лестницу взять и как-то попытаться достать. Сил уже нету, скулил с утра. Сейчас уже ничего не скулит, просто лежит. Вот такие дела. Вот, достала его. Вот, смотрите, бедный пес. Вот он там лежал, скулил. Видимо, неизвестно сколько времени. И вот, что только сегодня услышали. Сейчас, не знаю, капельницу поставлю, наверное. Вот такой несчастный бедось. Сейчас понесу домой, конечно же, куда его. Я не знаю, куда. Какую клетку надо посадить. Ой, это просто вообще. Или кто-то скинул его туда. Или что, я не знаю. Но по той доске нереально было собаке выбраться. Там только для кошек. Пьет водичку со шприцом. С удовольствием. Сейчас я ему сварю бульончик. И, может быть, он поест бульончик, потому что тут он так лежит. Я его поднимаю, чтобы он сам попил. Он не пьет. А вот, когда льется шприца, то он пьет. И очень сильно кричит периодически. Мельненький. Уколола его. Поставила капельницу подкожно. Сильное обезвоживание. Глаза гнаются. Очень худой. Сейчас не знаю. Как он лежит вообще. Никакой, ни на что не реагирует. Ни на уколы. Зафтериаксон такой болезненный. Он вообще не отреагировал. Не знаю, что за песик. Я его не видела даже на нашей улице. Хороший мальчик. Закрываем его в клетке на весь день. Сам дерется и обижает маленьких. А большие его обижают. Например, Валера. Валера через воротник умудряется его покусать. Сейчас я стала видеть, что он... Замечательно, что он немножко видит очертания. Может быть, или еще что-то. Но у него глаза мутные. И прям вот так вот четко, конечно, он не видит. Но немножко что-то. Его не слышит, хвостиком не машет. На прикосновения вообще не реагирует. Как будто он в простую цель какой-то. Может быть, его никогда не гладили. Может быть, он боится. Вот так вот рядом мисочку. Вот, что он будет здесь. Вот, вот, вот. Молодец. Запахи вообще хорошо чувствую. Молодец. Вот уже стоит. Вчера даже вышел сам из клетки на запах еды. Я кормила их. И он вышел и начал искать. Пустяки, да? Капельницы уже я не устала. Вот такой вот у нас добрый вечер. Хаттабыч наш покушал еще немножко. Я не стала снимать. Мне некогда сейчас. И простите за неприятное очень видео. Но на подстилке было много опарышей. Я начала его подробно осматривать. И под хвостом у него их было просто очень много. Вот они выплыли. Я его посадила просто в ванну тепленькую. И сейчас буду выбирать. Вот так вот. Этого я не видела. Вот как он с кошками прекрасно. Они ему не мешают вообще. Им тоже нравится тереться об собак. Это как бы замещение поглаживаний. Такой вот смешной мальчик. У нас их оттабыч. Он очень любит орехи. Орехи, хлеб. Орехи прям вообще. Стояли в ведро орехов. Я его собирала. И он еще полвезра. По одному, по два орешка в день жует. Кошки атакуют. Кошки атакуют. Все к нему идут. Он же теплый. Да? Вообще ничего не слышит. Он видит. Хороший, любопытный пес. Привезется с мелкими собаками. Привезется с обниманием. С термомерой. Привезется с мелкими собаками. Чуть не поднялись. Хороший, местор. Оформленный пес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok